население земли в 2100 году как много нас или как здорово что все мы здесь собрались после того как мой последний ролик удалили с ютуба цензуры которого проверяли я решил показать вам эту картинку перед вами мой ролик он на столе вот эти вот врачи это цензуры которые рассматривают его со всех сторон заглядывая во все щели я не собираюсь лизать папец youtube я буду делать то что считаю необходимым а если цензоров этой платформы не устраивает содержание моих роликов и они будут их удалять я буду размещать их на других платформах свободных от цензур многие из вас наверняка помнят строки одной песни как здорово что все мы здесь сегодня собрались сегодня речь пойдет о населении земли территории нашего обитания население земли растет его рост последние годы значительно увеличился какое количество людей сможет прокормить наша планета зависит это от числа проживающих или от их поведения в этом исследовании мною будут использованы официальные данные немецкого госучреждения по статистике как всегда не забывайте что есть ложь наглая ложь а после них идет статистика перед вами была карта 1826 года и статистика этого времени в 1826 году на планете земля проживала 672 миллиона человек запомните эту цифру и мы продолжим и так успешная борьба против инфекционных заболеваний позволило увеличить шансы человечества на выживание увеличив продолжительность жизни как следствие этого число обитателей планеты увеличилась с одного миллиарда 1800 году до 7 и 8 миллиарда к концу 2020 года известно что демографический рост влияет на увеличение риска появления пандемии как подсчитывали людей в 1800 году мне неизвестно является безответной загадкой почему видны различия между статистикой американцев 1826 году и немецкой статистикой в 1800 году хотя у американцев население упало почти на 300 миллионов а у немцев она вдруг начала расти представленные данные 2020 года могут быть накручены и манипулированы рассмотрим первый график роста населения земли и причины роста в зависимости от открытий ученых год 1760 начало индустриальной революции год 1796 появление вакцины от ветрянки год 1854 открытие того что вода является переносчиком болезни до этого никому это в голову не приходило год 1856 пастеризация подогрев пищи от 60 до 100 градусов цельсия для уничтожения опасных микроорганизмов именно тогда к людям пришел прометей и подарил огонь год 1928 открытие антибиотиков год 1934 появление вакцины от малярии год 1955 появление вакцины от полиомиелита год 1960 появление противозачаточных медикаментов год 1960 1965 зеленая революция как современное ведение сельского хозяйства год 1979 политика одного ребенка в китае год 2020 вакцина свой чужой якобы от корона вируса для маркировки людей на втором графике прогноза роста количества населения концу 21 века мы наблюдаем три варианта максимальный рост до 15 целых шести десятых миллиарда человек средний рост до 10 целых девяти десятых миллиарда человек и негативный прогноз падение до семи целых семидесятых миллиарда человек на следующем третьем графике мы видим неутешительный прогноз для россии ее население концу 21 века должно сократиться до ста двадцати шести миллионов человек а вот в лидеры выбиться индия и число жителей в этой стране приблизиться к одному миллиарду четыреста пятидесяти миллионам человек китай понесет огромные потери из 1 миллиарда четыреста пятнадцати миллионов жителей поднебесной в живых останется лишь один миллиард шестьдесят миллионов жителей китая смотрите сами ставя на паузу как должно измениться население земли в различных странах на графике под номером четыре мы видим изменение рождаемости в мире то есть актуальную демографическую ситуацию и и прогнозирование на будущее концу двадцать первого века сегодняшнего показателя 2,4 концу 21 века это величина снизится до 1,9 то есть рожать станут реже пятый график показывает продолжительное снижение детской смертности в 2017 году этот показатель находился на отметке три целых девять десятых но статистика из нигерии превосходит этот показатель в три раза в худшую сторону кто же поможет неграм в решении этой проблемы пора и им рассказать что вода является переносчиком болезней а пищу надо подвергать термической обработки и держать сырой на графике под номером 6 мы видим тенденцию увеличения продолжительности жизни населения нашей планеты если сейчас средняя продолжительность жизни составляет 72 целых девять десятых года почти семьдесят три года ток две тысячи сотому году она достигнет восьмидесяти одной целой восьмидесятых лет почти восемьдесят два года что это означает правильно вы подумали пенсионный возраст будет повышен до 85 лет всемирно но вы не расстраивайтесь если не доживете до такого счастливого момента на новый размер пенсии прожить будет невозможно так как аферисты из пенсионных фондов по всему миру заботятся лишь о своем благосостоянии и комфорте к сожалению олигархов к две тысячи сотому году население земли состарится что заметно на графике номер 7 если сейчас средний возраст жители земли составляет 30 целых девять десятых лет около тридцати одного года то концу двадцать первого века средний возраст будет уже на отметке 41 целое три десятых старше сорока одного года всему населению земного шара надо будет питаться и с увеличением числа обитателей на планете естественно что станут больше кушать на восьмом графике мы видим как увеличивается потребление продуктов хотя так называемые продукты питания на самом деле уже давно ими не являются потребление круп овощей и фруктов возрастет потребление сахара останется на том же уровне растительные жиры молочные продукты и мясо будут также более востребованы а вот количество особенного питания в рационе человека уменьшится что является особенным в графике к сожалению не указано если население начнет больше есть значит она станет больше гадить и засирать окружающую среду это закономерно график номер 9 учитывает повышение выбросов углекислого газа co2 в тоннах на одного человека сейчас на каждого жителя земли приходится четыре целых семь десятых тонны выбросов ежегодно удивительное число высосаны из пальца человек просто не в состоянии выкакать почти пять тонн дерьма в год попытайтесь взвесить ваше собственное производство за год и напишите о ваших результатах в комментариях мы добрались до самой важной диаграммы этого ролика это возможные пределы допустимых планетарных границ выживания населения исследованием этих показателей занималась международная команда ученых все что находится в голубой зоне не выходит за рамки допустимых границ грозящих существование обитающего здесь населения сектор в котором показатели ушли за пределы голубой зоны и перешли в желтую зону находится в зоне растущего риска там где показатели ушли за пределы желтой зоны и красный цвет накрыл весь сектор начинается область высокого риска для существования человеческой цивилизации рассмотрим данную диаграмму как циферблат часов на 12 мы видим показатель изменения климата желтой зоны на два часа использования нитратов оказалось не исследовано на 3 часа озоновый слой он остается в голубой зоне на 4 часа загрязнение атмосферы твердыми частицами оказалось не изучено на пять часов загрязнение мирового океана приближается критическим отметкам на 6 и 7 часов загрязнение атмосферы азотом и фосфором уже превысило допустимые пределы на 8 часов питьевая вода с ней нам пока еще ничего не грозит хотя с каждым годом становится теплее а точнее восстанавливается нормальной температурной и атмосферной режимы после ядерной зимы на 9 часах вырубка леса она уже желтом секторе на 10 часах биосфера экосистемы тоже не изучена на 11 часах расположена вымирание видов животных этот показатель уже вышел за допустимые пределы и красная книга защиты животных будет переиздаваться чаще становиться многотомным изданием по этой диаграмме сделал один вывод и скажу словами пушкина если конечно таковой был об этих ученых в кавычках написанных в 1829 году после первой мировой переписи населения о сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух и опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг и случай бог изобретатель доверящий всему читатель последняя строка была добавлена от меня так как явно нарушен ритм стиха пушкин бы такого не сделала и поэтому я поиграл с ним в игру под названием закончить рифму а теперь мы ознакомимся с вами с древней картой стиле лего эту карту случайно обнаружили запасники одного из музеев аломании где она пролежала несколько веков в далеком 2018 году на нашей планете жило очень много людей очень много это больше семи с половиной миллиардов человек на этой карте мы видим результаты всемирной переписи населения стран нашего террариума около 60 процентов населения земли проживает в азии цифры указываются в миллионах жителей в данной стране колонии со своими правилами выживания ставьте на паузу и смотрите где сколько человек проживала в тот далекий допотопный период меня на этой карте заинтересовал пакистан расположены между афганистаном и индией хотя раньше пакистан был лишь несколькими штатами индии сепаратисты добились независимости от метрополии и основали собственное государство давайте проведем исторический анализ данного события с использованием количественных методов в исторических исследованиях расследуя случай населения пакистана в 2018 году используем лишь открытые источники напомню что в 2018 году здесь обитало 200 миллионов человек пакистан полное название исламская республика пакистан означает на русском земля чистых в качестве суверенной политической организации пакистан был образован в 1947 году в результате раздела территории британской индии омывается водами аравийского моря на юге граничит с ираном на юго-западе афганистаном на северо-западе и севере китаем на северо-востоке и индии на востоке продолжительность сухопутных границ индия 2912 километров афганистан 2430 километров иран 909 километров китай 523 километра пакистан 5 по численности населения страна в мире с населением в 218 миллионов 66 тысяч 558 жителей по данным переписи 2020 года всего лишь за два года с конца 2018 года жители этой страны смогли размножиться на 18 миллионов человек прям как кролики и овцы в австралии пакистан федеративная республика смешанного типа состоящая из четырех провинций пинджаб синт хайбер пахтунхва ранее северо-западная пограничная провинция и белу джистан помимо провинций состав пакистана также входят федерально управляемые племенные территории и регионы гилгит балтистан и свободный кашмир основным законом государства является конституция принятые в 1972 году а 25 лет до этого они могли обходиться без основного закона государства пакистан расположен на северо-западе южной азии протянулась эта страна с юго-запада на северо-восток на полторы тысячи километров в пределах пакистана можно выделить три орфографические области равнинный восток средний горный запад и высокогорный север на юге территория пакистана омывается водами аравийского моря образующего низкие слабо изрезанные берега растительность пакистана преимущественно полупустынная и пустынная наиболее скудная в пустыне тар где преобладают песчаные гряды полу закрепленные ксерафитными и жесткими травами наравнение инда естественная растительность полупустыни и опустыненные саванны вдоль инда и других рек полосы тугаев в дельте инда и вдоль побережья аравийского моря местами мангровые заросли пакистан индустриально-аграрная страна с многоукладной экономикой сельское хозяйство продолжает играть большую роль в экономике страны характеризуется высокой зависимости от погодных условий от которых напрямую зависят такие отрасли как сельское хозяйство текстильная промышленность гидроэнергетика водный транспорт панджаб наиболее выделяется аграрным производством здесь производится до двух третьей пшеницы хлопчатника и сахарного торсника в 2016 году объем внешней торговли пакистана составил экспорт 24,2 миллиарда долларов сша импорт 48,1 миллиарда долларов сша отрицательная сальдо внешней торговли в размере двадцать три целых девять десятых миллиарда долларов сша отчетливо указывает на то что страна не в состоянии сама себя обеспечить и безопасность этого государства зависит от внешних источников которые могут быть в любой момент перекрыты выдуманными санкциями территория пакистана составляет восемьсот восемьдесят тысяч квадратных километров в 2011 году здесь проживало сто девяносто семь миллионов человек в 2018 уже 200 миллионов человек количество населения увеличилось на три миллиона а в 2020 случайно количество населения стало равняться двухсот восемнадцати миллионов для обработки земли пригодны лишь четверть территории колонии равное трем бавариям по карте сравнение украины площадью 600 три с половиной тысячи квадратных километров с учетом нашего крыма и территории пакистана заметно несоответствие реальных площадей территорий государств где площадь украины на изображении превосходит площадь пакистана хотя математическая площадь пакистана превосходит математическую площадь украины ученые отнесут эту погрешность на ошибку в развертке карты мира пакистанцы не способны прокормить себя сами и зависят от внешних поставок но плодятся как тараканы не задумываясь о пропитании теперь просто посчитаем запасы воды этого государства и посмотрим на сколько недель хватит этих запасов двадцать пять тысяч двести двадцать квадратных километров составляет зеркало водяных поверхностей пресной воды пакистана или 25 миллиардов двести двадцать миллионов квадратных метров пускай каждый метр поверхности будет равен одному кубу воды или тысячи литров получаем 25 тысяч двести двадцать миллиардов литров верхнего слоя глубины всех водоемов неизвестны рассчитываем только питьевую воду по литру на одного жителя в день 25 тысяч двести двадцать миллиардов делим на двести восемнадцать миллионов шестьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят восемь и получаем сто пятнадцать тысяч шестьсот пятьдесят три дня или примерно на триста семнадцать лет должно бы было хватить этих запасов воды но есть одно но учитывая промышленные нужды и бытовые а также плодотворное размножение население этих запасов не хватит и на десять лет на примере пакистана мы разобрали указанную численность населения в одной стране и выявили что такое количество населения указаны в официальных источниках не может проживать на этой территории по причине отсутствия достаточных ресурсов на это четко указывают два основных показателя внешне торговые сальдо этого государства и запасы воды человеку необходимы пять основных факторов для выживания таких как еда вода жилище одежда и климатические условия при которых он сможет произвести для себя и добыть это необходимое ему количество ресурсов по этой методике можно проконтролировать правильность численности населения во всех странах мира а затем произвести мировой межотраслевой баланс этих показателей перестаньте верить глобалистам основателям нового фашизма предлагаю всем желающим провести подобные расчеты других стран мира и сравните полученные вами результаты предлагаю вам выбрать любую страну на любой карте мира выбирайте это на ваше усмотрение это ваш свободный выбор благодарю всех кто досмотрел этот ролик до конца но напоследок предлагаю вам мою карту нашего мира пишите ваши комментарии дискутируйте в комментариях подписывайтесь на канал всем добра пока